Признайтесь, когда-то вас обманывали. Так вот, сегодня мы будем наказывать таких обманщиков, ну а честным игрокам дарить донатерский предмет. И, кстати, только сегодня, в эту пятницу, дизбит промокод ПЯТНИЦА30, который даёт скидку 30% на весь донат. Но я буду очень рад, если ты поставишь лайк и подпишешься, ведь это лучше мотивация делать ролики. Ребята, экстрое включение. Какой-то игрок в чате пишет, а, ну, ТП нищие в китстарте. Я, конечно, немножко не китстартер, но, в любом случае, в этом мы к нему оправим телепортацию. И теперь просто ждём... Ребята, нет, не ждём, чёрт, это ловушка! Первый игрок, и, ребята, это обманщик... Подожди, что? Что? Свободная территория! Подождите, то есть это незаприваченная ловушка, серьёзно? То есть, по факту, сейчас мы с вами можем её просто-просто разобрать. Ой, братан, не повезло тебе, конечно. Да-да-да. А ты просто бери и смотри, как я твою ловушку полностью ломаю. Да, братан, тебе нужно немножечко поучиться приватить. Так, а ты пока вот постой в КДшку, чтобы ты ещё не заприватил здесь. И, ребята, он пишет, блин, не надо. А зачем ты обманываешь игроков? И пока он, ребята, нам отвечает, мы... Слушайте, подождите, здесь приват. Подожди, подождите, что это за кривой приват? То есть, подождите, здесь я могу ломать, окей, да, могу. Но, если мы теперь возьмёмся, допустим, вот сюда вот в угол, то... Здесь будет... Свободная территория, подожди. Что за бред? Он заприватил один слой земли, что ли? Окей, давайте, ребята, мы с вами выберемся на повернуть и посмотрим, есть ли у него вообще приват. Да, ребята, здесь, здесь есть приват. Он, ребята, уже пытается застраивать свою ловушку, но... Поскольку это у нас был обманщик, мы с вами выбираемся наружу. И сейчас, ребята, наша задача застроить его ловушку. Поэтому давайте мы посмотрим, где у него нету привата. Наверняка его нету здесь. Да, ребята, здесь его тупо нету. Господи. То есть, смотрите, ребята, я не могу поставить блок вот здесь вот, но могу поставить блок ниже. Это как? Короче, братан, удачи тебе. Увс, это бэк на БВП. В кинстарте на РТП. Чистая терра. Что ж, этого игрока, ребята, мы должны проверить, поэтому мы к нему отправим телепортацию. И он уже находится в бою. Чёрт. А хотя, ребята, смотрите, он до сих пор пишет какое-то сообщение в чат. Поэтому, возможно, сейчас мы сможем отправить к нему телепортацию. Но нет, он находится в бою постоянно. Алё. О, ребята, я отправил, я отправил. И этот игрок, ребята, изменил своё сообщение и написал, открылся магаз на низкие цены ТП. Что-то тут очень странное, вам не кажется? О, ребята, он меня принимает. Это, ребята, ловушка. Я думал, этот челик переобулся и сейчас телепортирует меня специально в магазин. Но, ребята, не тут-то было. Они просто кинули меня в ловушку. Ребята, это самая тупая ловушка, потому что мы берём с вами Ока Деймоса. И нажимаем правую кнопку мыши. Раз, ребята, и всё. Мы оказываемся вообще за бортом. Так, подождите, ребята, мне нужно ещё их наказать. Поэтому давайте мы захавим с вами Хорус. И, пожалуйста, хоть бы он нас телепортировал, ребята, он нас телепортирует хорошо. И, ребята, самое главное сейчас их слить. Поэтому разточка, хорошо, дваточка. И, братишка, всё, короны. Минус. Давайте проверим эту коробку на приват. Возможно, ребята, здесь нет привата. И... Да ладно, вы угораете, ребята. Это вторые челики подряд, которые не приводят в свою территорию. По факту я могу сейчас эту коробку просто-просто разобрать. Что, ребята, мы, ребята, сейчас и сделаем. Мы берём с вами топорик и просто-просто ломаем им всю ловушку. Ребята, что это за бред? Почему они не умеют приватить? Камон. Стоп. Подождите. Подождите. Вот эти блоки, ребята, запривающие. То есть я их не могу сломать. Однако вот эти я как-то сломал. Стой. Боже, верни ресы. Ты хочешь получить ресы обратно. Однако ты хотел с меня получить вот эту броню. Как-то не очень получается. Поэтому мы просто отливаем с вами на спавн. И отдаём его бронюшку, допустим, какому-нибудь, вот давайте, руде. Думаю, ему будет приятно. Так, ребята, я ещё одного челика заметил в чате. Смотрите. ТП к ТП в Кистарте за 0. Сразу КД не давать. Что ж, мы, ребята, последуем его правилам. Мы, главное, сейчас к нему телепортируемся. И не даём сразу КД. Так, ребята, он меня телепортировал. И посмотрите, как же это убого. Ребята, это... Нет, ребята, беру звезда обратно. Посмотрите, это хорошая ловушка. Казалось бы, ловушка в один блок, но нифига подобного. Смотрите, если бы здесь был ещё один арморстенд, то я бы здесь ничего не смог сделать. Объясняю, почему. Смотрите, арморстенд стоит. И я пытаюсь захавать яблоко. Оп, ребята. Но они сломали его. Короче, если бы было два арморстенда, то у меня ничего бы не получилось. Но поскольку тут его нет, ребята, ОКДМСа юзаем, забираем их шмотки. И, ребята, это у нас было набор тритон. Это, конечно, всё хорошо. Но как мне отсюда выбраться? Давайте подумаем. У меня в инвентаре, ребята, есть... О, алмазик. Откуда он тут взялся? Но, ребята, даже алмазика я смогу слить. Всё. Это, ребята, у нас было протекция 1, то есть защита 1. И я, ребята, в шоке, конечно. Но, опять-таки, как нам отсюда выбраться? Для этого, ребята, у меня есть... Пач-зевса. Если мы её используем, то мы окажемся на самой высокой точке... На сервере арморстенда. Слушайте, а где я-то и оказался? Смотрите, здесь есть какая-то дырка. Окей, давайте в неё влезем. И мы окажемся... А, ребята, мы... Мы как... Я столкнул Грифера в его же ловушку. Это пойдёт 100% в название. Короче, ребята, такую ловушку я уже делал. И даже гриферил. И она себя показала, ребята, очень хорошо. Но они, как-то, ребята, её коряво построили, что ли? Не знаю. Короче, это всё интересно. Поэтому давайте мы скинем этого игрока просто-напросто в бездну. Всё, братишка, давай, падай. Падай, 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 падай. Молодец. И давайте проверим их приват. Для этого берём топорик. И начинаем просто-напросто всё ломать, только... Да, блин, ты офигел. Ты чё, братишка? Короче, ребята, смотрим приват. Да ладно, ребята, что? Третий игрок подряд. И здесь кривой приват. А где моя кирка? Куда я кирку сую? Ладно. Короче, ребята, я, честно говоря, в шоке. Потому что третий игрок подряд забывает забривать свою ловушку. Это шок. Короче, ладно, телепортируемся на спаун. И так, ребята, внимание в чат. ТП-мега-раздача. Я, конечно, не знаю, ребята, что они там раздают. Но, в любом случае, мы к этому челику телепортируемся и надеемся, что это реальная раздача. Да ладно, ребята, это реальная раздача. Чтобы вы понимали, это вайбл совсем недавно. И челик уже раздаёт свои ресурсы. Зачем? Здесь должен где-то быть подвох. Для этого у меня есть пыльца призрака. Мы просто нажимаем ПКМ. И, ребята, мы заходим в режим спектатора. Смотрим, что здесь у него... Ооо. А вот, ребята, и ловушка. Я же говорил, что здесь что-то нечисто. Ну, ребята, по всей видимости, они реально устраивают раздачу. И у них просто есть ловушка. Ну, моё предположение. Давайте мы посмотрим, что это была заброня. Это, в принципе, ребята, ну, нехорошая и неплохая броня. Просто обычная алмазка. Хотя набор тритон есть. Слушай, это странно. Ну, в общем, ребята, я успел сделать себе вот такой инвентарь. Благодаря этому игроку. Поэтому мы провинцем команду Шоп. Э, э, кто меня ударил? Так вот, провинцем команду Шоп. И давайте подарим этому игроку, допустим, зачарованное золотое яблоко. Правда, я не знаю, надо ли оно ему или нет. Но, в любом случае, мы ему скинем вот так вот в инвентарь. Всё, братишка, забирай, пожалуйста. И если он сейчас его выбросит, будет печально. Или просто съест. Но это, ребята, уже не мои проблемы, не мои дела. Поэтому мы пишем РТПФ и ливаем отсюда. Ребята, я не успел ливнуть, как чел написал. Раздача ХДП фастом. Ливаю на другой сервер. Э, не, пожалуйста, не ливай. Короче, ребята, ладно, мы к нему телепортацию отправили. И надеемся, что это действительно раздача. Хотя, блин, если это раздача... О, ливай сервер, ребята! Нет, 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 нет. Это не раздача, ребята. Это просто-просто обычная ловушка. И эти два кистартера так пытаются меня скинуть. Но, ребята, вы же понимаете, что у вас ничего не выйдет. А, слушайте, а, вышло. Так, ладно, ребята, это у нас ловушка в четыре блока. Достаточно странно, ребята. И здесь есть приват. Да ладно? Первые, ребята, гриферы, у которых и есть приват. Это шок. Хотя, не будем радоваться. Давайте мы кинем верочку, например, вот сюда вот в угол. И посмотрим, есть ли здесь приват. Да ладно, ну вы угораете, ребята. Я не знаю, какие-то черники по счету, у которых нету привата. Давайте тогда мы просто-просто это закроем и вот так проход. И все, у них больше нету ловушки. Честно говоря, мне их жалко, но такова их судьба. Что? Что? Что тут происходит? Они упали в свою же ловушку, потеряли свои же шмотки. А я их подобрал. Короче, пробейшую команду ЕК. Складываем сюда немножечко вещичек и забираем абсолютно все, что здесь лежит. Теперь идем на спавн. А, медали КД, вот вонючки. И вы только посмотрите на этого игрока. Он пытается зрить меня со своего лука, бро. Окей, давай, я тоже заряжу сейчас свой арбалет. Точнее лук. И смотрите, что произойдет. Мы отпускаем ПКМ и мы телепатируемся прямо прямиком к нему. И их жалко, честно. Кто не понял, ребята, это острелы телепортации, которые являются дональдерскими предметами. И вы посмотрите на этого алмазика. Он сам оделся. Его жизнь вообще ничему не учит. Окей, бро, я тебя понял. Окей, давай, телепортируй сюда. Давай, 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 давай. А давай мне всю свою алмазку, то, что у тебя есть, то, что ты нагриферил, нечестным образом. Хотя, ребята, спешу напомнить то, что Арисвань является гриферским сервером, и обманывать здесь можно. Просто мы снимаем такую рубрику, кто честный, тот получает прикольчик. А кто обманщик, получает по заслугам. И, ребята, с него я вывел, получается, продекшн 1, защита 1 неплохо. Ливаем, ребята, на спаун, наконец-таки. Ну и скидываем все шмотки, допустим, этому игроку. Думаю, ему будет приятно. ТП, магаз, есть все, тэпайтесь без брони. У нас охранник железка убьет всех. Подарки даем за красивые глазки. ТП, чекни теру. Очень, ребята, интересное зазонное сообщение, поэтому давайте мы к нему телепортацию отправим. И надеемся, что это не ловушка. Если это будет ловушка, я реально разочаруюсь. Ребята, это обманщик, да ладно? Ребята, это трапка. Он писал то, что это магазин, но это оказалось ловушкой. Так, окей, ребята, давайте мы с помощью ОК Демеса проходим сквозь стенки и... Ребята, ну это реально тупая ловушка. А где обещанный магазин? А где обещанный охранник? А где подарки за красивые глазки? Я траппер, магаз по соседу. Ага, то есть магазин у тебя все-таки есть. Покажешь магазин? Он друга, но ОК. Что же, ребята, следуем за этим челиком, и он что-то остановился. О, снова идет, окей. И по ходу в этом мы пришли, потому что он дальше никуда не двигается. И где магаз? Забей. Братишка, это ты, Зэй, потому что ты являешься грифером. И ты получаешь нас по заслугам, поэтому мы его убиваем. И в конце видеоролика почитайте, сколько было обманщиков и сколько было честных игроков. Комментарии буду лайкать. Вы только взгляните в чат. ТП открылся магазин ютубер нетрапа. Ой, я, ребята, уже даже не знаю, верите им или нет. Меня, ребята, телепортировали. Это, походу, действительно магазин. Вот только что-то тут с ассортиментом не очень. Так, ладно, ребята, я хочу получить китстарт за тысячу монет. Поэтому пишем, я хочу китстарт за тысячу монет. Мы сможем договориться? Да, ребята, как вы поняли, сейчас мы будем торговаться. И, ребята, он написал, я могу дать. Э, чё? Ну, напишем, давай. И подождите, он мне бесплатно дашь, что ли, китстартер? А, не, он написал, но вначале деньги. Давай договоримся на 700 монет. У меня просто нету тысячи. Ну ок. Что ж, ребята, надеюсь, что меня не кинут. Поэтому Бэйгин, его ник с Иксплей и, как раз таки, 700 монет. Оп, ребята, всё. Подожди, он мне кинул шлем. Подожди, подожди. Я тебе скинул 700 монет, а ты мне кидаешь какой-то шлем. А хотя нет, ребята. Он мне кидает целый китстарт. Я думал, он мне скинет только броню, ребята. А нет, это целый китстарт, нетронутый, вообще непогоцанный. Ребята, вот это заслуживает уважения. Поэтому мы возвращаем ему свой же китстарт. Ну и, конечно же, прописываем команду шоп. И давайте выявим, что мы ему подарим. Я думаю, это будет, например, цвиток метеора. Как вы знаете, ребята, это имба. Поэтому мы ему выкидываем и напишем, ты знаешь, как этим пользоваться. Да, только скажи, ты ютубер или донатер? Я донатер. Все, ребята, просто мы стреливаем, потому что нас, походу, рассекретили. Ал, раздача резов, ТП, фастом. Ой, ребята, не знаю, честно, потому что, возможно, сейчас мы просто, ребята, скинут ловушку. Или же мы вам идем на жизнедочайшую раздачу. Это мы сейчас и проверим. Что? Ну неужели это раздача? По-моему, это не похоже на раздачу. Но мы, ребята, что делаем? Мы юзаем помощь Зевса и выбираемся наружу. Кстати, это какая-то коробка. Поэтому мы глянем ловушку вот сюда и проверяем себя как раз-таки внутрь. Или не проверяемся? Окей, ребята, да, используем Ока Дэймса, чтобы пробраться к ним. И все, ребята, мы как раз-таки у них. Здорово, ребятки. Здорово, здорово. Давно с вами не виделись, поэтому, ребята, я к вам прохожу. Э, ты что закрылся от меня? Давайте, ребята, будем использовать наши стрелы. Поэтому делаем так раз. Все, ребята, мы проникаем к ним. И, ребята, приветик. Задавно не виделись, опять же-таки. И просто снова он скрылся. Подожди, давай с стрелой вот так вот. Раз и, ой, приветик. О, неожиданность, да. Вот так вот. Короче, ребята, вот эти стрелы полная имба. Ну и, конечно, помощь Зевса и Ока Дэймса тоже полная имба. Короче, ребята, забираем все их ценные шмотки. Ну и теперь просто, ребята, вливаем. Пам, все. И отдаем вещи какому-то рандомному игроку. Только что я заметил интересное сообщение в чате. И посмотрите на него. Варпкисик. Фармилка из девяти спаунеров. Не драться. Что ж, телепонируемся на варпкисик. И если это будет ловушка, то это бан. Однако, ребята, слушайте, это, походу, реальный варп. Давайте, ребята, мы в него как раз не пройдем с помощью Ока Дэймса. И... И где я? Стоп. Ребята, ну я слышу, что здесь есть спаунеры. Вот они. А как к ним попасть-то? Короче, ребята, окей, давайте мы еще раз соберемся на этот варп. И найдем, как вообще, ребята, проникнуть в эту формилку. Потому что пока что я вообще понятия не имею. Она где-то должна... Вот, ребята, она, она, она здесь. А, вот, ребята, в принципе, вот эта формилка. Все, я понял. Вот таким образом мы нашли эту с вами формилочку. И давайте я с помощью нашей стрелы, как раз таки, попробую проникнуть туда, в саму формилку. И... Блин, братишка, отойди, я сейчас, сейчас, сейчас пристрелю. Короче, ребята, проникаем в эту формилку с помощью нашей стрелы. Так вот, раз, хорошо, и... Подожди, реально 9 спавнеров? Так, давайте для начала отсюда выйдем вот так вот. И, ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! Да ладно! Получается, этот Феникс нас не обманул! И, слушайте, здесь реально можно очень много монет нафармить. 9 спавнеров, это не хухры-мухры. Короче, ребята, ладно, мы к нему отправим телепортацию снова. Ну и в качестве благодарности за такую прекраснейшую фармилку, мы пишем команду шоп, и давайте купим ему, например... А давайте купим ему броню. Ну, например, шлем возрождения и, допустим, нагрузки Танатаса. Это самые крутые шмотки, поэтому я думаю, ребята, он будет рад. Но он целому серваку, прикиньте, целому серваку дает доступ к своей фармилке. Это просто... Это лайк, реально. ТП и ДВП в за один чек-инвент. Что ж, ребята, давайте мы к нему каранске телепортируемся, посмотрим, правда это или нет. То же он в за один, ДТП, все дела. Он, ребята, телепортирует. О, да ладно, ребята, это реально РТП, подожди. Подожди, водичка, далеко не ливай, давай-ка я к тебе телепортируюсь. Так, оп, хорошо, даю КД тебе. И давайте, ребята, посмотрим, куда он нас ведет. Потому что что-то мне кажется, то, что у него здесь есть где-то домик. А если у него есть домик, значит, это не РТП. Короче, ребята, я за ним очень долго бегал, и он никуда не убегает. Он просто ходит на ПВП. Окей, это, ребята, лайк. Короче, ребята, мы с ним тимимся, пытаемся с ним затимиться. И нет, нет, нет! Ребята, его сейчас и меня сорвет этот челик, да? Ну, ну, конечно. Ребята, те самые таргетеры, которые просто мешают записать ролик. Это они, здравствуйте. Опа-на, ребята, я где-то засел и... Ливаем! Я думал, у меня будет сейчас полная жопа, но я успел ливнуть. Короче, ребята, давайте мы с того как-нибудь телепортируемся, потому что его, во-первых, слили, по моей вине, в частности. А во-вторых, ребята, он сейчас на спавне, и подожди, где он? Он только что был здесь. Куда ты ливнул, эй? А, вот, всё, надо, нашёл тебя. Короче, ребята, поскольку он потерял свой кит, давайте мы ему пропишем ещё лучший кит. Для этого мы берём набор Кроносан и делаем так вот. Раз, всё, братишка. У меня недостаточно арисов. Чёрт, подожди. Верни резы! Подожди, секундочку. Короче, ребята, прописываем кит Фобоса, и надеюсь, он будет рад. Всё, держи, братишка. Подбери, 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 подбери. Всё, молодец. Я спокойно. Какого? Братишка, всё нормально, фриз на связи. Ты фриз? Нет. И теперь просто ливаем. Всё, пока. Вы только посмотрите, ребята, в чат. ТП кто-то купит или выдаст Пандара за 450 тысяч. И я вам ещё спавнер эндерменов донатный дам. Окей, ребята, теперь реводируемся к этому игроку. И, чтобы вы понимали, Пандар за 450 тысяч, это очень дёшево, очень. Поэтому давайте мы предложим продам Пандара за 600 тысяч. Я тебе 450 и спавнер, который ты продашь за 4 миллиона. Окей, ребята, давайте согласимся на сделку. Тогда ты кидаешь первый спавнер. Можешь первый, потому что меня много раз скамили. И это не исключение. Ладно, ладно, шучу, шучу, не буду я его скамить. Сорян, но нет. Удачи. Не, стой, 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 стой. Не ливай, пожалуйста. Давай пойдём в ДС. Нету, есть ВК. Короче, ладно. Но если обманешь, я тебя найду. Короче, ребята, прописываем команду Грант. Нажимаем на пан... А, у вас должна быть в реги Аристократ. Чёрт. Короче, ладно, ребята, он написал, не обману брат. Поэтому я копирую его ник и покупаю ему пандар. Всё, братан, я тебе дал пандара. Я тебе дал пандара, мои руки чисты. Напишем ему, я купил. И что же он сейчас будет делать? Так, ребятки, я получил перевод. 445500 монет. И получу ли я свой спавнер? Напишем, а где спавнер? О, а вот и спавнер. Ребята, он реально меня не обманул. О, май гад, спавнер эндерменов. Окей, ребята, мы ему краски возвращаем спавнер эндерменов. И давайте мы ему ещё купим что-нибудь, например, 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 яблокатиметры. Почему бы нет? Это имбовая штука. Надеюсь, он будет наслаждаться игрой на сервере Арис Майн. IP в описании, присоединяйтесь. Кто ПВП? Есть КТП. Короче, ребята, я уверен, что это будет обманщик. Но мы обязаны его проверить. Поэтому я к нему отправил телепортацию. Идём назад и нажимаем shift, чтобы нас не снижали преждевременно в ловушку. Телепортировать никто не собирается. А, нет, ребята, телепортировали. Ну что такое? Кажется, ребята, я предвидел эту ситуацию. Потому что я говорил, что это у нас будет обманщик. Что же он будет делать, ребята? Он меня хочет просто убить рукой? Ты серьёзно? Ты мне вообще ноль хп наносишь. Ладно, ребята, раз тычка, два тычка. И мы его убиваем. Попробуем выбраться из этой ловушки с помощью наших надежских стрел. Мы просто, ребята, стреляем вверх. И, ребята, мы просто-просто отсюда практически... А, всё, мы выбираемся. Ребята, это было очень просто. Так, окей, проверим это на целую сеть эту ловушку. Точнее, на приват. Потому что, возможно, этот челик не запретил свои коромы. А хотя, знаете, походу, здесь везде есть приват. Да, ну хотя бы один чел запретил хорошо. Лайк. О, май гад, ребята, посмотрите сюда. ТП, обмен гнев богов. ТП с рессами даю кд. Чтобы понимать, что такое гнев богов, это самая-самая дренадерская шмотка. И самая дорогая. Посмотрите, вот это гнев богов у нас стоит сколько? 4685 арисов. Ой, без пятёрки, просто 680, да, перепутал. Окей, ребята, мы к нему телепортацию отправляем. И он находится в бою. Блин, он, видимо, уже с кем-то сделку проводит. А вы прикиньте, если это будет просто-напросто обманщик. Это же гениально. Он заставляет чувачков тэпаться с ресурсами, потому что он даёт КД. Блин, я хочу к нему телепортироваться, правда. Ну, а пока он в КД, давайте мы телепортируемся к этому челику. ТП и ТВП, я на РТП. С вероятностью 90% это будет у нас просто-напросто обманщик. Но мы должны это проверить. Окей, ребята, нас телепортируют и говорят... Ребята, это тупая ловушка. Он мне даже не успел дать КД, и он уже просто понимает, что... Ну, это, это провал. Прости. Ах, ну вот за что тебя прощать, бро. Но ты же меня хотел затрапить. Нет, такое не прощается. Раз-тычка, два-тычка, и мы его наказываем. Забираем ещё топорик, всё. Теперь нам же начали линуть с этого пентхауса. Поэтому давайте попробуем сначала без донецких ресурсов линуть. Получится ли у нас это или нет? Потому что, походу, ребята, здесь невозможно линуть. Я заметил то, что здесь с потолка стекает вода. Поэтому, по идее, как хорус не должен меня никуда телепортировать. О, подожди. А меня куда-то телепортировало. Но мне кажется, ребята, то, что дальше этого потолка меня никуда не телепортируют. Поэтому мыкаем последний хорус. Нас никуда не телепортируют. И юзаем помощь зевса. Бам. О, ребята, это база под водой вообще. И под землёй была. Если бы не вот эти вот донатерские штучки, я бы просто сейчас умер. Поэтому итог. Покупайте донатерские предметы. Они вам когда-нибудь спасут жизнь. И, кстати, ребята, тот игрок, который хотел обнять гнев богов, он просто не в сети. Ну, блин. Э, кто БВП? ЕСКТБ? Ахахахахаха. Не выведите. По-моему, ребята, мы к ним уже телепортировались. Я, конечно, ребята, не уверен. Но что-то мне подсказывает, что это будет обманщик. Да. Да, я его уже сливал. Чёрт. Он, ребята, не учится на своих ошибках. С помощью помощи зевса мы отсюда ливаем. И выкинуем шмотки куда-нибудь вот сюда. Всё. Бай-бай. Короче, на протяжении всей этой серии один игрок постоянно пишет кое-что в чат. ТП, раздача резов, не скам. Я, значит, ребята, посмотрел его инвентарь. А, он в бою. Да чёрт. Так вот, ребятки, я посмотрел его инвентарь. И, в принципе, у него инвентарь для ПВП. Но мы, ребята, рискнём. Отдавим к нему телепортацию. В надежде, что там будет раздача. Он, значит, ребята, телепортирует. И да ладно. Ты реально хочешь на ПВП? Окей, это посмотрим. Посмотрим. А хотя... А хотя же... Подожди, стоп. А что смотреть в это, если он писал то, что это раздача? По-моему, это немножечко, ну, не похоже на раздачу. Поэтому, ребята, мы сделаем с вами крутые бабы. Слушайте, он мне... Он мне сейчас может стоить. Эй-эй-эй, подожди, 2КП. Куда ты разогнался? Братан, я понимаю то, что у тебя, ну, как бы, жажда меня убить. Но давай-ка мы будем немножечко поцеливнее. Я тебя просто, да, просто солью. Это, ребята, было потно. Ай, господи, пришли какие-то назритчики. А, это тот самый назритчик, который хотел меня стоить. Господи, ребята. Я просто с него в шоке нахожусь, реально. Потому что, который раз, я от него просто-образу скрываюсь. Это, ну, такая никчёмность, вот честно. Даже нормально затаргетить не могут уже. Ну, а мы, ребята, с вами раздаём этот гид, который мы сейчас выберем, какому-то рандонному игроку. Это у нас Game Boy UTM. И давайте другому ещё дадим, вот так вот, ну, совсем чуть-чуть. Вот так, пам-пам-пам-пам-пам, всё. А, кто был бы на ките? Победителю дам вещь. Что же, ребята, телеванкируемся к Алмаз-01. И он уже ожидает забранную телепутацию. Кто к нему отправил телепутацию? Ребята, я к нему отправил телепутацию. И получается, если он меня сейчас примет, то он находится в бою. Да что за бред? Так, ладно, ребята, смотрите в чат. Все ДБ обменяют тотем. Что ж, телеванкируемся к этому молодому игроку. И как, ребята, понимаю, этот человек просит обменять его тотем на что-то другое. Ну, то есть, на более ценное. Он меня принимает, ребята, на спавн. И у него в руке как раз, ребята, тотем. Обычный тотем. Окей, давай обмен тотем на тотем. Давай я тебе кину свой тотем. А ты мне свой. О, он мотнул головой. Мотнул, да, мотнул головой. Окей, ребята, кидаем ему тотем. И надеемся, что он мне скинет свой. Давай, кидай. Эй, ну, нет, 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 нет. Теперь кидаешь ты. Давай, кидай, бро. Нет, не заставляй меня думать, что ты обманщик. А, ребята, он написал зач. Ну, мы же договорились. О, о. Ребята, он мне отдал мой же тотем. Нифига себе. Окей, ребята, мы сейчас обменялись тотемами, поэтому я думаю, что ему можно доверять. Поэтому давайте мы краски ему дадим какой-нибудь крутой тотем. Например, это будет тотем Диониса. Думаю, что ему такой тотем больше понравится, чем в обычной. Потому что тотем Диониса доволяет 6 лет к вашему здоровью. О, ребята, и он написал, можешь дать гидру. Блин, ребята, я ему дал тотем, который, блин, еще донатецкий. И он просит гидру, ты серьезно? Офигели люди, вообще, серьезно. Короче, ребята, Алмаз-01 снова активировался. Это тот самый человек, который писал... Ой, ой. А уже, ребята, и не важно, что он писал. Он писал, кто в ВВП на китах, и победителю дам какой-нибудь приз. В итоге, ребята, он просто-просто хочет скинуть в ловушку. Бро, а ты не хочешь сам пойти в ловушку, а? Давайте попробуем, ребята, его скинуть в свою же ловушку, потому что это будет реально рофл. Ну, что-то, что-то он не хочет кидаться. Ну, ладно. ТП, кто в ВВП в кистарте, алмазки запрещены. Блин, ребята, я все-таки нарушил данное правило, потому что у нас алмазка. Но, в любом случае, мы должны как-то этого игрока проверить. Поэтому кидаем как-нибудь телепортацию. Почему два ника одинаковых? Вот это, ребята, меня настораживает. В любом случае, ребята, идем назад и... О, май гад, no way. Ребята, это обычная просто трапка в один блок. Надо хотя бы запревать, что-то, кстати говоря. Короче, ладно, ребята, с помощью Ока Деймоса проходит сквозь стенки. И, кстати, не проходится. Окей, а с помощью перочки, опа, и... И нифига. А, Саша погубил верю легий хелпер. Вот это вот круто, ребята, вот это круто. Короче, ладно, ребята, с помощью стрелы проходим сквозь стеночку. И просто-просто убиваем данного игрока. Все. Забираем с него в воду от Миджика на Шапмис 2. Неплохо. Ну, и давайте, ребята, отсюда выбираться. Натягиваем тетиву, отпускаем ее. И, ребята, просто-бросто телепортируемся сюда. Здорово. Не ожидал меня тут увидеть, братан. Я тебя тоже тут не очень-то и ожидал увидеть. Короче, ребята, смотрите, мы просто берем землю и делаем так. Оп, все. И леваем отсюда. Мне его, честно говоря, жалко, но... Давайте мы дадим ему подгон в виде земли. Вот, он это заслужил. И вот эти вот шмотки. Все. Ну, а вы, ребята, не забывайте то, что сегодня и только сегодня 9 скидки 30% на абсолютно весь донат. По промокоду ПЯТНИЦА30. Переходи на два видеоролика, которые видишь прямо сейчас на экране. Они получились не менее интересными. А с вами был Фрис. Все ночи, всем пока. Увидимся на тех роликах. Все, пока.